Знакомство с упраздненным селом Чистополька, вопреки моим сомнениям, принесло интереснейшие эмоции и впечатления. Покинутый кусочек земли по сей день хранит частичку из прошлого. Словно старенький деревянный мостик, перекинутый между двух берегов, соединяет два тысячелетия ветхий, но крепкий домик, которому без малого 200 лет. Этот немузейный экспонат уцелел по большей части благодаря его хозяину Александру, который с семьей живет здесь все лето. Забот хватает. Небольшая пасека, огород, домашние курочки, несущие яйца не простые, а золотые. Конечно, в переносном смысле этого слова. Желток у таких яиц, в отличие от магазинных, ярко-желтого цвета, а вкус насыщенный и богатый. С Александром у нас нашлось довольно много тем для общения. Расспросил я его и о следующей точке моего маршрута – Мекотихе, одноименном с названием речки-селе, ликвидированном в 80-х годах прошлого столетия. Бывал там Александр уже во взрослые годы, поэтому само село уже не застал. В детстве я не был там. Я был уже взрослым. Там один дом еще оставался, лесник жил, а потом его разломали. С Мекотихе сюда в школу ездили, здесь учились. Машина возила их оттуда. Поблагодарив хозяина старинного домика за гостеприимство, уделенное мне время и вкусное угощение, оставляю чистопольку в зеркале заднего вида и отправляюсь дальше. Дорога тоненькой ленточкой тянется вдаль, то скрываясь за очередным поворотом, то вновь показываясь вдали. Эти места богаты на сочные травы, из нектара которых пчелы производят вкуснейший и полезный продукт. Пушистые облака неспешно плывут по небу, исчезая за макушками сопок и возвышенностей и создавая интересное сочетание ярко-синего небосвода с белым, местами свинцово-серым цветом этих пушистых небесных тихоходов, которым так и тянет прикоснуться рукой. После очередного перевала дорога пошла на спуск. Вдали, извиваясь и петляя по своему руслу, показалась речка Мекотиха, левый приток Малой Ульбы. Неспешно спускаюсь в низину с высоты птичьего полета, наслаждаясь завораживающими видами, будто магнитом притягивающими взгляд, изголодавшегося по свободе путешественника. У реки делаю небольшую остановку, передохнуть и подкрепиться. Неподалеку от берега нахожу уютное местечко, по всей видимости организованное лесниками. Железный столик на двух ножках, до тренога с крючком для котелка или чайника. В городе эти вещи покажутся лишь кучкой металлолома, но в походных условиях для туриста, путешественника, этот столик и вкопанные в землю железные стойки с крючком посередине, зона комфорта и места, где можно отдохнуть, насладиться шепотом реки и собраться с силами для дальнейшего пути. Незаметно пролетела первая половина дня. Настало время обеда. Сегодня у меня в меню гречка с мясом, свежие овощи, хлеб и печенье к чаю. Никак не удается мне привыкнуть к тишине, окружающей меня вот уже вторые сутки. Как-то непривычно после суеты и вечной спешки окунуться в иной мир, где нужно заново учиться жить, никуда не спешить, не торопить мысли в своей голове и не создавать из них бурный поток, который часто приводит к беспокойству и унынию. Наслаждаться каждым мгновением – вот чему нужно учиться в таких поездках и путешествиях, а затем трансформировать это в повседневную жизнь. Пора двигаться дальше. От конечной цели меня отделяет брод через речку Мекотиха. В это время года он неглубокий, чуть выше колена. Преодолеваю его без особых трудностей. Двигаюсь вперед, не спеша, постоянно сверяясь с картой. Увы, не намека на какие-либо признаки того, что здесь некогда стоял поселок. Хотя по имеющейся у меня информации, именно в этом месте стояло ныне упраздненное село с одноименным реке названием Мекотиха. Чуть выше, на взгорке, березовая роща, вдоль которой дорога тянется еще дальше, в сторону заброшенных поселков Березовка и Чакеев-Ключ. Своеобразная ссыльная Сибирь для тунеядцев, как рассказывал мне Александр. В Березовке, который лежит на пути к Малоульбинскому водохранилищу, и которую я проезжал пару лет назад, на тот момент оставалось лишь несколько полуразрушенных строений, да небольшой домик. Чакеев же ключ сегодня не найти даже на снимках из космоса. Упоминание о нем осталось на старых картах да в рассказах старожилов. С Мекотихой дела обстоят ничуть не лучше. Четно вглядываясь в холмики и возвышенности, пытаюсь в своем воображении дорисовать образ канувшего в лету поселения. Примечаю пару ровных полянок, выделяющихся на фоне общей картины и напоминающих место, где могли стоять дома. Решаю вернуться обратно и попытаться пробраться к небольшой березовой опушке, расположившейся чуть в стороне от дороги. Что-то подсказывает мне, что там должны остаться хоть какие-то признаки былой жизни, скрытые от посторонних глаз за высокой травой. Кирпич. Остатки предметов быта и домашнего обихода. Кружки, миски, ведра. Эти предметы указывают на то, что мои поиски увенчались успехом. Хотя, можно ли назвать это успехом? До меня явно наведывались сюда собиратели старины. Лишь по оставленным им следам можно с уверенностью сказать, что я в Мекотихе. Про это исчезнувшее с лица земли село удалось узнать мне не так уж и много. Жили здесь в основном лесорубы. Был магазин, пилорама. Поселок этот перенесенный, вновь образованный. Поэтому у старожилов можно часто услышать выражение «новая Мекотиха». Позднее также стало известно мне, что здесь стояло около 50 дворов. Но информация эта может быть неточной. Новое для лесозаготовок место было выбрано при участии синицкого Александра Андреевича, лесовода по жизни и по профессии, о котором мне рассказал его внук Александр. Светлейший человек, явно не случайно встретившийся в моей жизни, и с которым мы познакомимся чуточку позже. Пробираюсь ко второй опушке, отстоящей метрах в пятистах в стороне. Здесь из признаков присутствия человека геометрически оформленный участок земли, выделяющийся от остальной местности. Размером как раз под небольшой домик и огород. Больше найти здесь ничего не удалось. Сегодня места эти сложно называть труднодоступными. Сухую пору дороги доступны к большому количеству заброшенных поселений, хотя с каждым годом понятие «дорога» начинает трансформироваться в направлении. Сложно представить, как обстояли дела с транспортным сообщением в прошлые годы. Обычно существовали лишь тележные колеи. Зимой их заменяли дороги по речкам. Когда организовалась новая Мекотиха, дорогу сюда построили за две недели. С тех пор ни одна пара колес исколесила здешние места. В Мекотиху впадает небольшой ручей казачий, берущий свое начало у подножия первого белка. Рассматриваю следы, оставленные многочисленным количеством диких животных. Мишкиных не наблюдаю. В основном следы косули и мелкого зверя. Мекотиха – село пусть и небольшое, но для многих людей оно стало своеобразной отсчетной точкой, началой их жизненной линии. Щукины, Блиновы, Джумагуловы и Сакановы – это лишь небольшой список фамилий тех людей, которые здесь родились или ждали новую жизнь в этом отдаленном уголке. Для меня, как человека заезжего, Мекотиха останется лишь приятным воспоминанием, очередной точкой на маршруте, запечатленной в этом небольшом фильме. Но быть может, когда-то один из тех Щукиных, Блиновых, Джумагуловых или Исакановых захочет раскрутить жизненный клубок своих предков, который приведет в Мекотиху, а точнее в то место, где ранее существовало это новообразованное село. Приятный вечер вдали от суеты. Поляна у березовой опушки наполнилась теплым солнечным светом. Разыгравшийся после прогулки аппетит совпал с часами вечернего приема пищи. В горах вечер наступает незаметно, поэтому не засиживаюсь долго. После ужина привожу себя в порядок. Два дня в пути отразились на лице проросшей щетиной. Раскладываю спальное место, чтобы оставалось лишь скинуть сапоги, запрыгнуть в теплый салон Уаски и заснуть крепким сном с мыслями о предстоящих приключениях, новых встречах и знакомстве с интересными людьми, которые, вопреки времени и обстоятельств, продолжают поддерживать жизнь в этих отдаленных уголках, от которых сегодня остались лишь названия на старых довоенных картах. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok